Людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком. Это ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? То есть мы теперь, я должен говорить, как с губернатором? Или там следить за базаром, поганой метлой? Это что вот сейчас было, следить за языком? То есть это ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор? Это что, уралмашевское прошлое сказывается? Не заводы, а преступных группировок бандитских? За языком следить? Это у нас теперь государственный муж. А может еще присоединиться Куйвышеву к тем, которые меня грохнуть пытались? Может теперь еще Куйвышев и туда пойдет, а? Мировые военные расходы в 2021 году превысили 2 триллиона долларов. Самые большие траты приходятся на США, Китай, Индию, Великобританию, Россию. Вот, ребят, он истинный смысл любой войны. Любой, повторюсь, какими бы благими не выглядели оправдания, типа деноцификация ведется. Кого-то от кого-то освобождаем чушь. Вот он, настоящий смысл. 2 триллиона долларов в рублях по сегодняшнему курсу ЦБ. Это примерно 150 триллионов или 8 годовых бюджетов Российской Федерации по курсу рыночному. 12 и даже 14 бюджетов РФ. Нифига себе. 12 лет такая страна, как Россия, могла бы жить на эти бабки и строить дороги, больницы, школы, детские сады и так далее за год. На разрушение и кровь столько ухнули. И кто-то, между прочим, эти деньжищи попилил. Приоритеты. Погнали. Ну и раз тему войны уже подняли, создатели бессмертного полка попросили больше не связывать себя с этой акцией, объявили о подмене ее первоначального смысла. Дело в том, что недавно стало известно, российские политики предложили в этот раз выйти на шествие 9 мая не только с портретами ветеранов Великой Отечественной, но и с портретами участников так называемой спецоперации в Украине. Разумеется, каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает в этот день, написали авторы бессмертного полка на своем сайте. Но мы не считаем более возможным связывать себя с происходящим. Заявление выпущено под заголовком принципов, а под заголовком принципов не меняем. Авторы проекта также напомнили, что бессмертный полк это свободное и добровольное проявление семейной памяти о поколении войны, объединившей множество народов бывшего СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции. Ценность этой инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей. Это показывает то уважение, с которым мы относимся к поколениям, защитившим страну. Еще раз, изначально бессмертный полк был уникальной неполитической гражданской инициативой. Царь как раз об этом тоже говорил, согласно уставу полка ему чужда любая идеология. Потому что ни одна идеология не выше идеи мира, ради которого десятки миллионов людей из разных стран отдали свои жизни. Но в 2015 году, когда стало очевидным, что народ идею полка одобрил, скользкие политики решили ее царапать, появился тогда какой-то общероссийский гражданский фронт, присвоил себе все это дело, значит, а потом и вовсе полк провозгласили чуть ли не детищем единой России. Ага, а сейчас ядросы совсем идею извратить собираются, подкорректировав ее под себя ради рейтингов. Это что такое? Это что за беспредел? Где бессмертный полк, который в очередной раз, скажу, является данью памяти людям, пережившим и не пережившим самую страшную войну в истории человечества? И где спецоперация в Украине? Напомню также официальную позицию Российской Федерации. Никакой войны нет. Следовательно, нет никаких героев. Нет никакого подвига. Верно? Или может давайте под эту лавочку дальше пойдем? Например, в борьбе за рейтинги какого-нибудь Володина или какой-нибудь Матвиенко медаль за взятие Берлина им вручим? Как считаете? Это реальная журналистика. Правда, противно, когда подобные вещи происходят. Неужели у наших чинуш ничего святого не осталось? Поехали! А я, меж тем, продолжаю ничему не удивляться. Непонятные люди, которых мы ошибочно называем депутатами Государственной Думы, разродились очередным бредовым законопроектом. Это проект закона об иноагентах. Моим коллегам из РБК каким-то чудом удалось раздобыть текст документа. Я почитал и офонарил. Ну вот, например, пункт. Иностранными агентами смогут признавать тех, у кого нет иностранного финансирования. Ух ты, прелесть какая. Я правильно понимаю, вообще кого угодно можно будет в иноагенты записать? Просто потому, что кому-то так захотелось причина. Да потому, что Гладиолус, ага, с соседом поругался, он на тебя анонимку в Минюст. Все, поздравляю тебя, Шарик, ты балбес. Это придумали в Соединенных Штатах много лет назад, еще в прошлом веке. Ничего оригинального в наших действиях нет. И наш закон об иностранных агентах, он гораздо более мягкий. Но это еще не все. Также иноагентами смогут признавать коммерческие компании коммерческие. Если их деятельность покажется кому-то политической. Поясню, что это значит. Ну вот, например, ты, владелец кафе, или не кафе, а магазина, парикмахерской, бутика, неважно, написал у себя в заведении «Миру мир». Все, ты, оказывается, занимаешься политической деятельностью и автоматически становишься иноагентом. Красота ведь, верно? Ой, а для рейдеров-то какой это подарок? Ну, для тех, кто занимается отъемом бизнеса у предпринимателей, а для чиновников? Прикиньте, сегодня, чтобы вымогать у коммерса взятку, чинуши нужно какими-то проверками этого коммерса закошмарить. Недостатки нарушения найти. Больше всем этим заморачиваться не придется. Не захочешь отстегивать, я тебя в иностранные агенты запишу. А че так можно было, что ли? Но и это еще не все, потому что самое сладкое я оставил напоследок. Внимание, держитесь за что-нибудь. Родственники иностранных агентов также могут быть внесены в реестр иноагентов основания, барабанная дробь, если будут признаны аффилированными с ними лицами и получали какую-либо финансовую или имущественную помощь. Иноагенты запишут мою пятимесячную дочь. По всей видимости, она еще даже говорить не умеет. Ходить не умеет. Да какой ходить, сидеть не умеет. Но уже может быть признана иностранным агентом. Слушайте, что за деграданты в нашей стране получают мандаты депутатов? Значит, острая тема. Кстати, ребят, если кто-то думает, ну признают иноагентом, да и наплевать. Нет, не наплевать, потому что это серьезное поражение в правах. Уверен, у таких людей сразу начнутся, например, проблемы с трудоустройством. Правоохранители станут нервы мотать, дергая по поводу и без. Если есть дети, какая-нибудь опека тут же нарисуется. Ух, какие упыри там работают. Я думаю, вы в курсе. Ну и так далее, и так далее, и так далее на прошлой неделе. Кстати, у себя в телеграме, ссылку на телегу оставлю внизу, в описании, разместил одну интересную историю о моем коллеге Андрее Захарове, которого как раз признали иноагентом. Так вот, у человека заблокировали счета в Тинькофф банке. Сам банк заблокировал. Объяснять ничего не стали. Мол, решение пересмотру не подлежит. Ну, по крайней мере. Разрешили вывести деньги в другой банк. А могли ведь и не разрешить. И кто бы за этого парня вступился, да уверен, в полиции бы даже заявление принимать не стали, сказав иноагент, вот и иди лесом. Ну, это так, информация к размышлению. Под занавес вот эта новость просто улыбнула. С 24 февраля Роскомнадзор заблокировал более 85 тысяч материалов о боевых действиях в Украине, которые ведомство признало фейками. Об этом сообщил замруководителя РКН Некто Суботин. Слушайте, а по какому принципу эти материалы признавались фейками? Можно узнать? Какая-то экспертиза проводилась. Какая? Второй момент. 85 тысяч материалов. Представляете, сколько это? Это экспертом на год работы минимум. Вот я тут не поленился, посчитал, чтобы просто отсмотреть те материалы и потратить на каждые не более одной минуты, потребовалось бы 59 суток. Это не есть. Не спать. Не ходить в туалет. Просто отсматривать. Тратя, повторюсь, не более одной минуты на каждый материал 59 суток нужно. А, ребята, не просто отсмотреть все это дело успели. Они поняли, что это фейки. Написали соответствующие заключения. Заблокировали все это дело. Вот же ж, блин, талантичий. Все бы так работали. Ладно, закругляемся. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на канал. Проверяйте подписку. YouTube подписывает людей без их ведома. В соцсетях также жду. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим. Пока-пока.